На очередном заседании Депутатского комитета по социальной политике, образованию, культуре и спорту до внимания народных избранников доведен ряд изменений в основных документах. Изменения должны быть введены в основные положения, регулирующие распоряжение муниципальным имуществом. Грядущие поправки одобрения у депутатов не вызвали. Основные положения о распоряжении муниципальным имуществом города утверждены Советом депутатов в 2014 году. В минувший понедельник на заседании Депутатского комитета начальник отдела Наталья Марусина сообщила, что на основании судебного решения в положении о муниципальном имуществе будут внесены изменения. Теперь Совет депутатов не будет согласовывать решение о передаче объектов в федеральную, областную собственность и принятие в муниципальную собственность из других уровней. Также не будет согласовывать отчуждение муниципального имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, как недвижимого, так и транспорта, так и движимого имущества. То, что раньше мы с вами согласовывали, теперь мы этого делать не будем. Исключается полномочия Совета депутатов по согласованию изменения целевого назначения административных зданий. Ранее такая норма была прописана в основных положениях. Приобретение и отчуждение акций тоже будет осуществляться в соответствии с законодательством без согласования уже с Советом депутатов. С точки зрения народных избранников, исходя из Конституции, исполнительная власть, то есть администрация, должна исполнять волю народа. Носителями воли народа депутаты считают себя, но данные изменения лишают их полномочий влиять на решение исполнительной власти. Замглавы Жанна Шурова разъяснила, что такое восприятие данных изменений не совсем правильное. Все вопросы, они пересекаются, либо непосредственно, вот так они включены в статью, но они через комиссии, через порядки, через утверждение бюджета, они все равно эти полномочия никуда не убираются, они остаются и закреплены с вами. Ежегодно в нашем городе представителям определенных социальных категорий граждан выделяется жилье. Теперь в связи с изменениями в жилищном законодательстве на федеральном уровне, в положении о муниципальном жилищном фонде Бердска тоже вносятся изменения. Теперь за неуплату в течение более одного года, если не платит гражданин, получивший специализированное жилье, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, то тогда он будет выселен из специализированного жилого помещения. Выделяемое муниципалитетом жилье такой категории – это обычно однокомнатная квартира, ежемесячная оплата коммунальных услуг в которой составляет в среднем около 3,5 тысяч рублей в месяц. В минувшем году в нашем городе было выделено 20 таких квартир, в этом году пока только одна. Пять лет мы не передаем собственность, мы контролируем, они живут, и органы опеки периодически, они плановыми рейдами проверяют, используют, чтобы не отчуждение не произошло в иные руки, чужие, поэтому действует контроль за муниципалитетами, такой вот возложен. Депутаты к новости о возможном выселении отнеслись неодобрительно. По их мнению, эта категория граждан – люди с трудной судьбой, и к ним нельзя применять настолько жесткие меры. Понимаете, эта категория не то, что вот он не может устроиться на работу, и поэтому его выселяют. То есть это граждане, которые работают, а они получают определенный доход, у них нет материальной сложности, они просто не исполняют свои обязанности по уплате. Члены комитета предложили пригласить на следующее заседание органы опеки и тех граждан, кто не оплачивает выделенное властями жилье, чтобы объективно разобраться в причинах. Некоторые из депутатов даже выразили желание помочь неплательщикам, если у тех действительно трудное материальное положение.